Итоги работы за шесть месяцев текущего года подвели сотрудники Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. На итоговом совещании присутствовали глава районной администрации Заур Хамирзов, заместитель министра, начальник следственного управления МВД по республике Адыгея Александр Медведев, глава Шевгеновского района Аслан Миритуков, начальник Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, личный состав Межмуниципального отдела. Открыл совещание заместитель министра Александр Медведев. На совещании рассмотрим проблемы, пути их решения, подведем краткие итоги, дадим оценку деятельности тех или иных подразделений и выработаем задачи на предстоящий период. Затем с докладом о проделанной работе за первое полугодие 2017 года выступил начальник межмуниципального отдела Анзаур Гишев. Начальникам отдела было отмечено, что деятельность межмуниципального отдела в первом полугодии базировалась на исполнении основных направлений – защита прав и свобод граждан от преступных посягательств, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества кадровой работы и укрепление служебной дисциплины и законности. На отчетный период в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабовске поступило 1178 сообщений, в аналогичном периоде прошлого года их было 1526. Из указанного числа зарегистрированных сообщений 575 зарегистрированы по фактам совершения преступлений, что меньше уровня преступности по итогам 6 месяцев 2016 года. В аналогичном периоде прошлого года было 757. Данные обстоятельства характеризуют криминогенную обстановку на территории обслуживания как стабильную. На это указывают и сокращение количества совершенных на территории Кашхабовского и Шабиновского районов преступлений неряной категории. А именно, сокращено количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 22,7%, с 22 до 17. На 38,1% сократилось количество совершенных кражей имущества с 63 до 39, в том числе совершенных с поникновением на 44,4%, с 54 до 30. На уровне 6 месяцев 2016 года сохраняется количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Одно преступление совершено было и в том, что в этом году не зарегистрированы такие преступления, как изнасилование, разбой, кража автомобилей, скота, цветных и черных металлов, хулиганство, незаконное завладение транспортом и поджогом. В структуре зарегистрированных преступлений отмечается снижение количества преступлений, по которым предварительное следствие обязательное, на 36,6%, с 82 до 52. В то же время незначительное возрастло количество преступлений, по которым предварительное следствие необязательное, на 3,6%, с 84 до 87. Положительным результатом работы отделов считают необходимым отнести снижение количества нераскрытых преступлений. Однако, несмотря на стабильность в оперативной обстановке на территории обслуживания, имеется ряд недостатков, говорит Анзаур Казбекович. Однако, несмотря на стабильность в оперативной обстановке на территории обслуживания, к результатам работы отделов, как подразделения криминальной полиции и подразделения полиции общественной безопасности, имеются серьезные претензии. Прежде всего, необходимо отметить провальное положение в профилактической работе. Самым показательным отрицательным последствием является совершение четырех убийств за отчетный период на территории оперативного обслуживания. Это самый худший показатель в республике. Принятыми мерами все убийства были раскрыты. Два уголовных дела уже направлены в суд. В ходе расследования, направленных в суд уголовных дел, установлено, чтобы преступление совершали лицами, находящимися в состоянии алкогольного обвинения, одно на бытовой почве. Данное обстоятельство также в целом дает оценку профилактической работе отдела. Рост пьяной преступности на территории обслуживания прослеживается практически ежемесячно и имеет стабильную тенденцию к росту. С начала года количество преступлений в указанной категории возросло на 16,7%, с 36 до 42. В структуре данного вида преступлений преобладает 20 фактов преступлений против личности, а также преступления, предусмотренные статьей 264, прим. 1. Это нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административному наказанию. Очевидно, что проблема пьяных водителей, присутствует и подход к ней, необходимо пересмотреть кардинали. При подведении итогов за 16-й год подразделение охраны общественного порядка поручено совместно с ГИБДД разработать и реализовать комплекс дополнительных профилактических мероприятий. Слугую озабоченность вызывает недовлетворительные результаты деятельности по линии экономической безопасности и противодействия коррупции. За истекший период 2017 года руководство отдела неоднократно указывало сотрудникам ГИБДД на необходимость активизировать работу по выявлению и документированию преступлений экономической и коррупционной системы. Тем не менее, результаты работы остаются неудовлетворительными. Выявлено на два преступления меньше экономической направленности, с 7 до 5. В том числе тяжких, особо тяжких, меньше на 3 преступления, с 6 до 3. Должностных преступлений на одно, с 2 до 1. Не выявлено ни одного факта получения взяток. Далее слово предоставили главе Кашхабльской районной администрации Зауру Хамильзову. Я хочу, чтобы вы знали, что мы вместе делаем одну и ту же работу. Да, мы в системе МВД, мы в системе муниципалитетов, но мы все работаем, я считаю, что на благо населения. И именно тесный контакт, тесное сотрудничество, именно благодаря вот этим совместным усилиям, я думаю, у нас все получится. А по работе МВД, межмуниципального отдела МВД Кашхабльской, я считаю, что не все так плохо. Статистика не самая плохая, взаимодействие есть, желание работать есть. Я думаю, оценку удовлетворительно можно поставить. Свои пожелания также высказал глава Шовгеновского района Аслан Миритуков. Подытоживая совещание, заместитель министра МВД по республике Адыге Александр Медведев сказал. Я думаю, что общими усилиями мы совместно, понимание есть, я очень рад этому, совместная работа ведется, она в любом случае к положительным результатам приведет. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность от органов министерства, от руководства министерства внутренних дел, за оказываемую помощь в работе. Первая часть оперативного совещания завершилась приятным моментом. По приказу министра, одному из сотрудников было присвоено очередное специальное звание. Присвоить очередное специальное звание капитан полиции, старшему лейтенанту полиции Туару Мурату Амирвеевичу. Продолжение следует...